Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня у меня будет групповой посев сразу всего огурцы, тыквы, кабачки. Посев на рассаду для получения раннего урожая, но для выращивания в открытом грунте. Вот сейчас чуть позже я покажу, как я все это буду делать. Но сейчас хочу сказать, что пусть начинающие огородники не удивляются, что я все в одну кучу сгребла, и казалось бы, такие разные овощи, тыквы, огурцы, кабачки. Но если мы почитаем инструкцию на обороте этих пачек, то мы увидим, что специалисты рекомендуют нам одно и то же для всех этих культур. Для тыквы, для огурцов и для кабачков. Сейчас почитаем. Вот я перевернула все пачки, мы сейчас прочитаем. Первую вот посмотрю, тыкву. Написано, что если в открытый грунт, то высевают в конце мая, начало июня, а посев на рассаду в начале мая. И высадка в грунт в начале июня в фазе 2-4 листьев. Поэтому вот сегодня 27 апреля, это как раз тот самый срок, но тут плюс-минус 2-3 дня. Так как я решила сеять сухими семенами, а не замоченными, то конец апреля, это то же самое, что начало мая, если бы я посеяла такими семенами замоченными. Так, смотрим кабачок. Семена сеют непосредственно в грунт, когда минует укроза саморосков, а для раннего получения продукции семена кабачков сеют на рассаду после 30 апреля. Вот опять совпадает. У меня через 2 дня будет уже 30 апреля, так что кабачкам этот срок тоже подходит. Вот второй кабачок. В открытый грунт конец мая, начало июня. Возможен посев на рассаду. 30-дневную рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая. Значит, мы поняли, что у нас кабачок, тыква и то же самое с огурцом. Тут в огурцах словами не написано, но видите, вот эта схематичная схема посадки посевов, тут указан просто апрель-май. Значит, мы в зависимости от своего региона и от того, что мы хотим с ними сделать, мы начинаем в апреле сеять и продолжаем в мае. Так, все. Что интересного в этом году у меня? Так как участок был всегда маленький, тыкву не выращивала, никогда для нее места не хватало. В этом году тыквы впервые выращиваю свои. Взяла разные. Есть вот с маленькими плодами, там по 2 килограмма, есть с большими плодами, которые по 10, но посмотрю, что вырастет. И взяла различные, какой-то взяла сорт, ну именно сортовые тыквы, чтобы взять свои семена, какой-то взяла гибрид. У меня еще есть вот подарочные семена, с такими как, с хвалебными отзывами, прислали зрители. Посею всех понемножку. Еще первый раз в жизни купила гибрид кабачков, потому что всегда до этого я выращивала кабачки именно сортовые. Люблю сортовые овощи выращивать, потому что нет проблем ходить в магазин, всегда собирала свои семена, и арбузы, и кабачки. Но в этом году, опять же, зрители нахвалили, сказали, что гибриды намного лучше, растут и ранние, и все. Ну, короче, хочу испытать гибриды. Конечно, про огурцы тут говорить нечего. Это уже у меня вторая партия. Первая партия для получения раннего урожая. Уже вот они стоят с маленькими завязями даже. Их я буду высаживать, как только наступит тепло, буквально, наверное, в течение недели. И для раннего урожая в этом году я, в отличие от прошлого года, когда изумрудный поток для раннего урожая высевала, нынче, наоборот, посеяла вот такие изумрудные сережки для раннего урожая. Значит, вторая волна будет. Вот длинномеры больше всего. Вы видите, какие. Настоящий мужик, изумрудный поток, китайский, болезненостойчивый, апрельский, который очень популярный. И вот этот восточный деликатес тоже хочу попробовать. Это тоже подарок мне прислали. Зрительница прислала. Ну, такие огурцы, вот изумрудный поток, в данном случае, в прошлом году я выращивала, делала обзор, нахваливала. Мне очень понравилось. Поэтому в этом году, видите, много очень таких длинных, длинноплодных, потому что большой выход. Не стареют вообще они, не превращаются в желтые, не толстеют, не делают собачатами такими. И, конечно, потом в конце, чуть позже, буду еще засолочные сорта, коротышки сеять. Ну, все, сейчас начнем. Я сейчас скажу схематично, как я делаю. Первое. Замачиваю кокосовый брикет. Хочу в кокосовом субстракте посеять сухие семена, без предварительного замачивания. Конечно, маркирую стаканы, потом раскладываю кокосовый субстракт, раскладываю семена, сверху прикрываю примерно один сантиметр или полтора, в зависимости от размера семян. Вы понимаете, что семена совсем разные. Вот эта тыква огромная, они очень сильные, они прям выбивают грунт у себя над головой. А огурцы, они более слабые. Над огурцами буду поменьше делать слой, над тыквами побольше делать слой. Буду все это закрывать сверху полиэтиленовой пленкой, ставить в лоток и в теплое место. И неделю буду ждать. Кокосовый брикет я размочила очень теплой водой. Прям чувствуется, что она теплее моей руки. Для того, чтобы все эти семена лежали в таких комфортных условиях. И сделала такой очень-очень влажный грунт. Лишняя жидкость стечет через дырочки в стаканчиках. Но мне нужно, чтобы влажность была прям вот такая повышенная. Раз я семена предварительно не замачиваю, они должны здесь хорошо разбухнуть. На стаканчике приклеила этикеточки. Разложила все семена. И вот как раз то, о чем я говорила. Семена огурцов намного меньше. Они прям крошечные. А семена тыквы, конечно, они огромные. Я вот сейчас положила их плашмя. Но потом я их буду вот так вот немножко туда дальше заглублять, чтобы не оказалось, что во время всхода она вытолкнет сама себя и окажется на поверхности. Огурцы. Один сорт попался, даже обработанный уже. Все, сейчас вот до полного добавлю кокосовый субстрат и поставлю, накрою пленочкой, поставлю в теплое место. Вот это посев, конечно, без замачивания посев намного быстрее. И вот этот посев на рассаду для раннего урожая, он чем хорош? Я вот 5 семян сею, хотя мне нужно огурцов по 3 штуки каждого. И если, например, какой-то сорт не взойдет вообще или взойдет мало, у меня всегда будет возможность потом, когда наступит срок, просто посеять в открытый грунт прямым посевом. То же самое, что и тыквы. Как вы помните, мы читали на обложках, можно или посеять сразу в грунт, или через рассаду. Если через рассаду будет мало всходов, посею сразу в грунт. Все семена прикрыла кокосовым вот этим вот грунтом. Немножко вот так придавила, чтобы они хорошо семечко прижали, влага, чтобы переходила в семя. Все закрываю. Вот это просто у меня целлофановые мешочки. Закрываю, ставлю в теплое место. Через неделю жду всходов. Ну, может быть, чуть попозже, потому что семена сухие. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это очень быстрый, без каких-то там, без предварительных замачиваний, без проращиваний. Быстрый посев сухими семенами на рассаду огурцов, кабачков, тыквы. Все. Субтитры сделал DimaTorzok